Всем привет, дорогие друзья! Это четвертая часть мысли-слух о Фламенко от Василия Комарова. Я в езде, так что погнали! Может будет заставка, а может нет. Знаю. Ну что, дорогие друзья, как я и обещал в прошлом видео, если кто-то его не смотрел, оно будет внизу под... Внизу под описанием? Да ну нет же! Оно будет вот здесь вот подсказанкой и все ссылочки на него будут внизу под этим видео. Сегодняшняя наша тема это кантауры Фламенко города Екатеринбург и ближайших городов, а именно Челябинск. Поэтому погнали! Сегодня мы с вами поговорим о кантаурах. Я расскажу вам о кантаурах Фламенко, которые живут в городе Екатеринбург и Челябинске. И первая кантаура это Ольга Перекутова. Вот она. Ольга Перекутова занимается Фламенко с 2015 года. Именно Фламенко. Она участвовала на таких фестивалях, как Фламенко до Примавера, город Челябинск, Фламенко над Волгой, город Тольятти, фестиваль Паланты, город Екатеринбург. Что я могу сказать о Оле, как музыкант, который с ней работал? Оля молодец, Оля старается, она движется вперед маленькими шажочками, но она идет, старается, занимается, развивается. По ней видно, что она хочет погрузиться в это с головой, ее это затягивает, и у нее получается. У всех есть ошибки. У меня есть ошибки, у великих маэстро есть ошибки. И мы должны над ними работать. Оля на данный момент сейчас занимается у Светланы Рудник, а до этого занималась у Тани Шишковой. И, конечно же, все вот эти занятия с хорошими вокалистами Фламенко, Кондорами, идут только на пользу. Оля, ты же поставила себе цех какую-нибудь? Напиши в комментариях, пожалуйста. А мы двигаемся дальше. Выставки опять, наверное. А может быть, выставим. Далее. Наталья Окаракова, город Челябинск. Занимается пением Фламенко с 3 года. Выступала на двух фестивалях. Это Фламенко де Примавера, 2019 год, город Челябинск. И Паланте, фестиваль Паланте, город Екатеринбург, 2020 год, который состоялся относительно недавно, 5 декабря. Мой день рождения. С днем рождения меня. Занималась у Тани Шишковой. И сейчас занимается, так же, как Ольга Берегудова, у Светланы Рудник. Что я хочу сказать. Нужно заниматься больше. Даш, мой тебе совет. Прежде чем выходить на сцену перед зрителями, на фестивале или конкурсе, я понимаю, что все хотят работать под живой звук. Музыкантов вообще мало. Тем более, гитаристов мало. Тем более, на Урале и в Челябинске. Но перед тем, как выходить на сцену, на каком-то фестивале, конкурсе, я бы все-таки чуть кропотливее бы поработал на бокал. Потому что были моменты, когда не попадала в лодку. Были моменты, когда вылетала из компаса. Это все нужно оттачивать. Это нужно репетировать. Взяли тангос, ты его выучила, взяла, записала видео или аудио и отправила своему преподавателю. Он тебе по пунктам разложит все. Где что неправильно, где вылетело из компаса, где нужно в каком месте начать петь, где закончить. Правильно ли ты интонируешь. Правильно ли ты поешь по структуре, что немаловажно. И вот после того, как педагог после определенного времени работы вносит свой вердикт, что все, да, все правильно, все отлично, и только после этого нужно идти на сцену. Потому что зритель приходит за искусством. Он приходит насладиться, послушать, посмотреть, как поют фламенко, как играют, как танцуют. И когда он приходит и видит, что кантаор или гитарист не попадает в ноты, вступает не там. Это же все равно слышно. Зрителю больше не хочется возвращаться на это. И он уже понимает, что фламенко это какая-то шара. Да, что это просто вокалист взял, выучил, условно, тангус, либо там фарук, неважно, за месяц, за полтора, за два, и тут же идет на сцену, при этом репетировав там с гитаристом два-три раза. Но это неправильно. Зритель должен прийти, он должен сесть, и он должен кайфануть. Поэтому, прежде чем выходить на сцену перед публикой, запиши видео, отправь его своему педагогу. Пусть он тебе все почистит. Пусть это займет полгода. Но когда ты выйдешь на сцену подготовленной, споешь чисто, красиво, эмоционально, во-первых, ты кайфанешь от этого. Что ты не будешь думать, что я где-то там не попал, либо еще что-то. Кайфануло. Кайфанули зрители, кайфанули все музыканты, кайфанули все танцоры. И все просто классно. Вот. Ну а мы идем дальше. Следующий кантаор, следующая вокалистка, это Аня Дагадаева, город Екатеринбург. Аня занимается Фламенко восьмой год. У нее неплохо получается. Она, как и все, абсолютно, как и все старается. Вот. Брала уроки у Гали Турещева. У Ани очень хороший вокал. Не зря. Академ. Да? Как звучит? Академ. Академ. И это плюсик к тому, что Аня уже пришла во Фламенко с базой, с основой, с постановкой голоса, хоть и академического вокала. И ей намного проще было, да, интонировать. Работая с Аней, да, как музыкант на одной сцене, с ней очень комфортно. Просто нужно заниматься. Если, Аня, хочешь в это погрузиться целиком, я думаю, что за год, за полтора кропотливой работы над ошибками будет очень хорошо. Не бросай это дело. Занимайся, развивайся. Просто чуть-чуть больше времени трать на это, если тебе это действительно интересно и ты хочешь в этом развиваться. А мы двигаемся дальше. Погнали. И следующая кантаура Фламенко из города Екатеринбург это Юлия Макерова. Юлия занимается Фламенко 2 года. Она занималась у Тани Шишковой и сейчас занимается у Ольги Головиной. Что я хочу сказать? Работать, работать и еще раз работать. Нужно работать с разными музыкантами. Возвращаясь к Наташе Окороковой хочу сказать то же самое. Если мы хотим выйти на сцену на каком-нибудь фестивале, конкурсе, нужно сделать ровно то же самое. Поэтому большая моя просьба к вам. Занимайтесь. Развивайтесь. Отправляйте свои записи вашим педагогам, которые расскажут вам, где вступить, что не так с компасом, что не так с интонированием. Вам просто вот разложат все на блюдец... на блюдецке. Разложат все и преподнесут. Все расскажут и все покажут. Я не говорю, что нужно бросать это дело. Вы все молодцы. Но перед тем, как выходить на сцену, нужно заниматься. Нужно провести работу над ошибками. Завершая данный свой разговор, свою тему о вокалистах, еще раз скажу вам, вы все молодцы. Вы все трудитесь, и это видно. Вы стараетесь. Но чтобы нам не опорофиниться на сцене перед зрителями, которые приходят послушать и насладиться искусством, нужно заниматься. Все мы ошибаемся, и все мы должны работать над своими ошибками. И в заключение я хочу всем пожелать удачи. Все ссылочки на вокалистов, которые сегодня были в рубрике, будут под этим видео. Обязательно подписывайтесь на канал, колокольчик, не забывайте. из красного превратить его в серый. Ставьте лайки, дизлайки, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели услышать от меня. И с наступающим Новым Годом! Всем пока! Спасибо! Спасибо!